С нашей студией на прямой связи сейчас певица Екатерина Гаврошенко. Доброе утро, Катя! Доброе утро! Доброе утро, всем привет! Ну, я понимаю, что нас слышно, хорошо видно. Екатерина, как проходят ваши будни в период самоизоляции? Вы знаете, будни проходят достаточно активно. Я вообще уехала из города, сейчас нахожусь у родителей в селе. У нас здесь очень такая комфортная атмосфера для такого периода. Поэтому активно занимаюсь спортом, продолжаю работать. И, конечно же, занимаюсь вокалом, своим любимым делом. Катя, мы знаем, что вы также работаете в Малой Академии Наук с детьми. Расскажите, как эта работа проходит и что происходит? Ну, конечно, дистанционное обучение, оно не сравнится с обучением живым, живыми уроками, живым общением с детьми. Они у меня совсем маленькие. У меня дошкольные детки, и им всего лишь 5-6 лет. Мы очень скучаем друг по другу. Но мне повезло с родителями. Они у меня очень добросовестные. Они всегда выполняют все домашние задания. На них легла такая участь. Они очень помогают. Еще что очень радует, дети всегда присылают мне свои видеоприветы. Мы очень часто общаемся, всегда на связи. Безумно скучаем друг по другу и ждем скорейшей встречи. Ну, самоизоляция не стала, наверное, препятствием, как вы уже сказали. А стала ли самоизоляция препятствием занятиям творчества, занятиям вокалом? Ну, для себя, конечно же, не стало. Я продолжаю заниматься вокалом по расписанию со своим педагогом. Пою дома для соседей, как говорится. Ну, у вас сейчас есть уникальная возможность спеть, как минимум, на весь полуостров. Поэтому мы вас очень просим. Хорошо, спасибо. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Ох, как жаль, на самом интересном месте. Ну, как красиво, как красиво пела Екатерина. По достоинству мы оценили. Жалко, что не получилось нас дослушать, но мы верим, что когда-нибудь мы дослушаем до конца эту композицию в живом исполнении. Напомним, что с нами на прямой связи, к сожалению, которая прервалась, была певица Екатерина Гаврошенко.